Итоги уходящей недели подведем сегодня вместе в студии Елена Макаренко. Здравствуйте! Начнем выпуск сегодняшнего события. 22 июня, как известно, трагическая дата для нашей страны. В этот день, ровно 83 года назад, началась Великая Отечественная война. Тяжелейшее время для нашей страны. Во всех регионах сейчас проходят памятные патриотические мероприятия. В Алтайском крае накануне вечером на Барнаульском мемориале славы зажгли больше 7 тысяч свечей. Из них выложили огненную картину – образ советского солдата с автоматом Калашникова. Таким образом, участники патриотической акции почтили память героев войны. О днем ранее подобное мероприятие состоялось в Рубцовске. Там горожане из горящих свечей выложили гусеничный трактор, который в 1942 году начали выпускать для нужд фронта и тыла. Огненную картину создавали представители волонтерских и патриотических организаций – обычные жители. Сначала краской нанесли контур изображения, его заполнили пластиковыми стаканчиками с песком, в которые разложили свечи. Символ картины – рубцовский трактор, который выпускали в городе в годы Великой Отечественной. Первая тысяча рубцовских тракторов была отправлена на фронт в 1943. Сопричастность свою все сразу почувствовали к общему делу и к той памяти, которую мы хотим сохранить и передать своим детям и внукам, чтобы всегда помнили, что неимоверными силами, жизнями была достигнута победа Великой Отечественной войне. В ходе патриотической акции к ней все больше присоединялось случайных прохожих. Всего на создание картины ушло 10 тысяч свечей. Накануне на Барнаульском мемориале славы выложили огненный образ солдата, который держит в руках автомат Калашникова. Свечи зажгли в 22 часа 30 минут. Добавим, в столице края огненная картина появилась уже в третий раз. К другим темам. В Алтайском крае начался период аномальной жары и высокой пожароопасности. Начиная с 21 июня и вплоть по 1 июля в регионе будет держаться температура от 30 и выше. По южной и юго-западной части края до плюс 40 градусов. Спасатели просят население учитывать погодные условия, по возможности избегать солнца и быть осторожными на воде. В этом году на водных объектах края погибло уже 11 человек, в том числе два ребенка. Купаться можно не раньше, чем через полтора-два часа после еды. Купание в прохладной воде при жаркой погоде. Занятие опасное. Резкий перепад температур может стать причиной судорог, спазмов, сердечных приступов. Нельзя нырять в незнакомых местах, где на дне может оказаться бревна, камни, коряги. Большинство людей тонут не из-за того, что плохо отплавают, а потому что заплыв далеко, испугавшись, поддаются панике. Также в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с высокой и чрезвычайной пожароопасностью. Пятый класс ожидается в ряде районов края. Особо жаркий период с 22 по 24 июня. Лесничеством региона поручено контролировать готовность к тушению лесных пожаров. В крае идет постоянный мониторинг лесов. Эпоху грозовых рекордов переживает сейчас наша планета, считают многие зарубежные и отечественные ученые-климатологи и метеорологи. Все сильнее и заметнее гроза и в Алтайском крае. Так, в одном только Рубцовске в ночь на 16 июля зафиксировали 300 молний. Действительно ли частота и интенсивность гроз выросли? Можно ли считать это аномалией? Эти вопросы мой коллега Данил Кузнецов задал местным ученым-физикам. Мощность этого разряда барнаульцы активно обсуждали в соцсетях весь следующий день. Сумасшедшая ночная гроза в ночь с 13 на 14 июня разбудила и людей, и машины. Тогда молния ударила в дом на улице Попова. Учитывая дожди и непогоду в последнее время, такие случаи не редкость. К примеру, ранее молния попала в колокольню Знаменского храма в Барнауле. А в Рубцовске в ночь на 16 июня местный фотограф зафиксировал не меньше 300 разрядов. Жители уже с опаской смотрят на лето. Просто шел, шел, и вот рядом в столб ударила молния, и все. Ничего такого. Конечно, испугался. Главное, что ничего не случилось, я считаю. А насколько близко был столб? Метров 10. То есть он вас спас? По сути, да. Деревья падали во дворе. То есть не у меня, а у соседей во дворе падали. Падали деревья. Вот, я думаю, это им помешало. Ну, то есть, например, год назад, в принципе, то же самое. А, нет, ну, в прошлом году не было. В этом, да. А в позапрошлом? А не помню. Грозовые рекорды многие ученые объясняют глобальным потеплением. По мнению специалистов, это способствует тому, что пара выделяется больше. Он формирует такие тучи, где происходит, условно говоря, трение теплых и холодных воздушных масс. Маловероятный фактор, но его полностью не исключают последствия паводка. Воды в этом году было больше обычного. Вода – это испарение, которое и создает грозу. Возможно, все-таки есть такая зависимость, потому что в районе экватора, мы знаем, там частенько идут тропические дожди. И, конечно, там больше всего наблюдается дней таких грозовых. Поэтому, да, такая зависимость есть. И по этой же причине у нас летом наблюдается больше гроз, чем зимой. Но если повышенную частоту и интенсивность гроз местный ученый еще признает, то аномалии это не считает. Мы не видим таких глобальных изменений сегодня. Все находится в пределах нормы. Мы знаем, что иногда и лето бывает холодным, а иногда очень жарким. Поэтому тут много факторов. И, тем не менее, опасностью гроз не стоит пренебрегать, считают специалисты. Чтобы избежать попадания молнии, советуют определить, насколько далеко она бьет. Так, увидев вспышку, нужно посчитать секунды до звука грома и умножить это число на 340. Получится расстояние до удара молнии в метрах. Если гроза рядом, нужно избегать воды, открытых пространств, высоких деревьев. В городе все проще. На многих домах есть молниотводы. Чем выше дом, тем полезнее это приспособление. Ирина Корчагина, Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. 15 общественных территорий и 11 прибрежных участков обработают от комаров во время второго этапа дезинфекции. Он начнется 29 июня. Специальные препараты будут распрыскивать утром и вечером на протяжении полумесяца. Где этим летом горожане найдут места для комфортных прогулок без назойливых кровососущих, узнаем в следующем сюжете. Первый этап борьбы с комарами в столице Алтайского края прошел в первой половине июня. Тогда специалисты обработали большую часть общественных пространств города – парки, скверы, аллеи. Однако дезинфекцию решено проводить и дальше. Следующая обработка начнется 29 июня и продолжится до 15 июля. Интервал зависит от жизненного цикла комаров. Жизненный цикл их составляет от 10 до 14 дней. Соответственно, в этот период мы должны провести вторичную обработку для того, чтобы минимизировать их появление. Сотрудники организации, которая занимается дезинфекцией, утверждают, что все препараты, которыми будут обрабатывать территории, безвредны для людей. К тому же во избежание неудобств специалисты проведут опрыскивание в утренние и вечерние часы. Обрабатывать будут ручным и механизированным способом. Ручным идет локальная обработка территорий, то есть внутри общественных территорий, вдоль зеленых зон. И механизированная – это вдоль проезжей части и пешеходных частей. Свободными от кровососущих насекомых станут Нагорные и Юбилейные парки, Ленинградская аллея, проспект Ленина, Мемориал Славы, всего 15 общественных пространств и еще 11 прибрежных территорий. Дарья Ярушина, День с толком. Власти краевой столицы проведут встречу с жителями Булыгина по поводу застройки лесного пруда. На неделе в мэрии обсуждали создание искусственного земельного участка на реке Барнаулки. Напомним, в мае Комитет по строительству и архитектуре выдал разрешение на работы компании-застройщику. По проекту должно быть расчищено и углублено русло реки, построено набережное. А в дальнейшем на земельном участке возможно возведение порядка 200 тысяч квадратных метров жилья и социальных объектов, а также Мамонтовской магистрали. Но у горожан, проживающих в поселке, есть ряд вопросов по реализации проекта. В частности, они касаются организации работы движения, строительной техники, экологии, отведения грунтовых вод и другого. По итогам совещания, глава города Вячеслав Франк поручил организовать встречу с жителями и дать разъяснения и исчерпывающие ответы. Он отметил, что реализация такого масштабного проекта требует всестороннего разъяснения, особенно для той части барнаульцев, которой этот проект непосредственно коснется. Во встрече с барнаульцами, подчеркнул Вячеслав Франк, он также примет участие. Добавим, проект застройки лесного пруда прошел общественное обсуждение, получена экологическая экспертиза, утвержден проект планировки участка. Всю неделю в Барнауле шли работы по реконструкции сетей водоснабжения. В связи с этим пришлось перекрыть для движения участок на Павловском тракте. Подробнее в сюжете. Необходимость, которую придется пережить. Вторые сутки движение транспорта по Павловскому тракту на повороте на улицу сельскохозяйственную ограничено. Это связано с работами по реконструкции сетей водоснабжения. На сегодняшний момент мы ведем подготовительные работы. Как вы видите, земляные срезка, подготовка под расстановку бурового комплекса. И начало работы по бурению ориентируемся на следующую неделю. Общее время отключения именно здесь перекрытия этой полосы – это 30 июля 2024 года. А уже с 28 июля по 28 августа на пересечении с улицы Новороссийской планируется ограничить движение по одной полосе. Регулировать поток транспорта будут с помощью схем реверсирного движения. Реализация этого проекта позволит значительно улучшить водоснабжение железнодорожного и октябрьского районов города. Одному из ведущих предприятий города позволит реализовать крупнейший в стране инвестиционный проект – создать новые рабочие места. Проект будет реализован за счет средств бюджетных кредитов. Объем вложений – более 2 миллиардов рублей. Всего предстоит два этапа работ. Первый – это реконструкция сетей водоснабжения протяженностью почти в 4 километра. Второй этап – реконструкция канализационного коллектора почти в 2 километра. Самым сложным участком станет участок Павловского тракта от сельскохозяйственной до Новороссийской. Именно здесь подрядчик должен будет сделать переврезку водопровода. Мы строим для Барнаула, для его жителей, прекрасно понимаем, какие трудности доставляем. Поэтому постараемся с своей стороны уменьшить этот период дискомфорта, который им предстоит. Ранее глава города Вячеслав Франк получил проработать все вопросы организации работ и особое внимание уделить безопасности пешеходов и владельцев автотранспорта. Ирина Корчагина, День с толком. Ветеранам СВО с июля начнут выдавать автомобили с ручным управлением. На такую помощь вправе рассчитывать бойцы, лишившиеся ног и не имеющие возможности пройти протезирование. Пока органы соцзащиты края подали заявку на покупку одной такой машины, которую планируют передать в автошколу. О мерах поддержки участников спецоперации, которые на неделе обсудили в правительстве региона, расскажет Данил Кузнецов. Лечение посттравматического стрессового расстройства, которым страдают многие бойцы, одна из тем заседание правительства края, где обсудили меры поддержки участников СВО. Для оказания помощи при ПТСР специальную подготовку в крае прошло более 400 медиков. Для бойцов и их близких запустили также телефон доверия. В крае организована психолого-психиатрическая помощь в объеме первичной его консультации, то есть на уровне районных больниц. И открыто 11 кабинетов в структурных подразделениях психиатрической больницы имени Эрнуна. А также в Славгороде, в Новоалтайске. В дальнейшем планируют открыть еще 15 кабинетов подобного профиля в центральных районных больницах края. Как отмечают специалисты, они весьма востребованы. К психологам и психиатрам уже обратилось свыше 4 тысяч человек, среди которых сами участники СВО и их близкие. Отдельный вопрос – помощь в реабилитации бойцов. Так, ветеранам СВО с июля положены автомобили с ручным управлением. Президент России поддержал инициативу по обеспечению ветеранов с ампутацией нижних конечностей, которые передвигаются на колясках, автомобилями с ручным управлением и поворотными сидениями для водителей в качестве ТСР. А обучение рекомендовано проходить вождение, соответственно, в ДОСААФе. По словам участников заседания, в Алтайском крае действует свыше 40 мер поддержки разного направления для участников СВО и членов их семей. На эти цели выделено более 2 миллиардов рублей. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайское зерно и зернопродукты начали поставлять в Зимбабве и Гвинею. Первые поставки состоялись этой весной. Объемы пока небольшие, но их планируют наращивать. А между тем, Китай стал абсолютным лидером по закупкам растительной сельхозпродукции из нашего края. Он обошел даже традиционных партнеров Казахстан и Киргизию. Обо всем этом рассказали на днях на пресс-конференции руководители региональных подразделений Росельхознадзора и Центра оценки качества зерна. Только за прошлый год Алтайский край продал за границу 2,5 миллиона тонн растительной продукции. Это почти половина от общего объема общероссийского экспорта той же категории продуктов. Как отмечают в управлении Росельхознадзора по Алтайскому краю, традиционных импортеров Казахстана и Киргизию обошла Поднебесная. Все мы смотрим в сторону Китая. Огромное увеличение наблюдалось по прошлому году экспортного потенциала по Сибирскому федеральному округу. Алтай, конечно же, здесь впереди. 29 наименований продукции, представляете, было отгружено в прошлом году. Росельхознадзор подписал огромное количество протоколов между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Китайской Народной Республики. Растительную продукцию от России закупает порядка 50 стран, но из их числа выбыло три государства. При этом вырос экспорт в Афганистан, Ирак, Азербайджан, Индию и Таиланд. Недавно алтайское зерно и зернопродукты стали закупать в Зимбабве и Гвинеи. Каждая страна предъявляет свои требования к качеству продукции. Все экспортеры, которые начинают деятельность свою, естественно, сталкиваются с проблемой, как начать, с чего начать и каким образом получить вот эти документы сопроводительные, чтобы отправить свою продукцию в третьи страны, либо в страны таможенного союза. И здесь однозначного ответа на вопрос нет, потому что страны предъявляют разные страны разные требования к своей продукции, к своей аттестации. Если в России оценивают зерно на наличие 225 пестицидов, то Япония проверяет по 525 параметрам, а Азербайджан всего по 5. С этого года обследование качества зерна станет обязательной процедурой. Заключение будет направлено в страну, куда предприятие планирует поставить продукцию. Китай сам ввел свой список, он называется Цайфер. После нашей аттестации предприятие подписывает акт обследования. Этот акт переправляется в Китай, и только когда Китай внесет этот акт к себе в список, только после этого начинается экспорт продукции в Китай. На это уйдет от недели до трех месяцев в зависимости от скорости работы страны-партнера. Наши же специалисты Центра оценки качества зерна – это 150 человек плюс привлеченные. Планируют до ноября исследовать 4000 проб от всех потенциальных экспортеров этого года, а это около 300 заявителей. Бесплатная услуга действует сегодня только для пшеницы. Такой инструмент, как мониторинг качества зерна, пшеницы именно бесплатный, это очень даже здорово и отлично для тех, кто будет выращивать эту культуру. После того, как наш специалист определяет качественные характеристики, опять же наш специалист вносит в систему беззерно данные о качественных характеристиках пшеницы. Как уверяют надзорные структуры, никаких карательных мер к сельхозпроизводителям применять не будут ни на этапе подготовки, ни во время мониторинга продукции. Подавать заявку на обследование производители смогут после того, как их обучат. Это состоится 26 июня на общем собрании. Однако такой скоростной анализ продукта устраивает не все страны. Китай требует, чтобы производитель отслеживал качество продукции на всех этапах ее производства – от посадки до реализации. Общероссийская мониторинговая система совмещает в себе программы «Сатурн», «Меркурий» и «Аргусфита». Так производство будет отслеживать компьютеры, несмотря на сложность. Само наличие работы предприятия в системе увеличивает его шансы попасть в китайский список «Цайфер». Но и он постоянно корректируется. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. А между тем, алтайские эксперты оценили, могут ли санкции против московской биржи отразиться на местных предпринимателях. Напомним, США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи. Основная угроза этих санкций – удар по валютному рынку и механизму формирования курсов доллара и евро к рублю. Какие еще последствия ждать бизнесу, расскажет Ирина Корчагина. 12 июня – День России. США вводят блокирующие санкции против московской биржи. Мосбиржа сообщает, что прекращает торги долларом и евро. Но все те же операции можно совершать через банки. Государство гарантирует возврат всех валютных вкладов, которые были положены в российские банки. То есть граждане спокойно могут обменивать валюту. Единственное – меняется механизм определения официального курса. Вот то, что этот механизм будет работать, сомневаться не приходится. Но вопрос стоит в том, как этот механизм будет работать. Потому что у нас огромное количество малых и средних предприятий, которые завязаны на экспортно-импортные операции. Каким образом они будут осуществлять эти операции, пока непонятно. Не останутся ли они в стороне от столбовой дороги? Не захотят ли уполномоченные банки заработать? Вот на этой ситуации, которая объективно складывается сегодня. Всегда какие-то новости, которые негативно, они влияют на рынок. И сегодня мы видим, к сожалению, что банки увеличили так называемый спред. Спред – это разница между покупкой и продажей валют. То есть они сегодня стараются подешевле купить и подороже продать валюту. Ну, естественно, это, конечно, в какой-то степени сказывается на предпринимателях. Но я думаю, это такая очевидная политика банков всегда. И я думаю, это и временное явление. Аналитики объясняют. В целом, мировой валютный рынок – это внебиржевой рынок. И переход расчетов от биржи к банкам в России вряд ли создаст непреодолимые трудности. Тем более, такой вариант отчасти был предсказуем после санкций против СПБ биржи. Эксперты считают, что хоть в перспективе эта ситуация может негативно повлиять на инфляцию, пока катастрофы не произошло. Я очень надеюсь, что в ближайшее время все-таки инфляция не будет разгоняться. Но в нашей стране это всегда непредсказуемо. А тем более в сегодняшних условиях, такого внешнего давления и санкций, все непредсказуемо. То есть как повернется история завтра, даже не экономическая, а геополитическая, никто предсказать не может. И вот геополитические, наверное, риски гораздо более высокие, чем экономические. Что касается физических лиц, тут рекомендация, которую дают многие аналитики на сегодня – не поддаваться эмоциям, подождать, что будет происходить дальше с долларом по отношению к рублю. По разным оценкам курс не должен сильно измениться. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Алтайскому краю катастрофически не хватает рабочих рук. По подсчетам платформы, крупнейшей российской онлайн-рекрутинг-платформы, этот показатель ниже среднероссийского уровня почти на 20%. Похожая ситуация, правда, наблюдается по всей Сибири. Хуже всего обстоят дела на кадровом рынке в Кемеровской области. Потом идет Алтайский край. Немного проще с поиском сотрудников в Томской области. Тем временем специалисты прогнозируют лишь ухудшение ситуации в целом по стране. Через 10 лет в России, возможно, будет не хватать почти 4 миллионов рабочих. Такое может случиться из-за несоответствия потребностей рынка и профилей выпускников вузов и колледжей. Эксперты считают, что максимальный переизбыток можно ожидать по специальностям, связанным с политическими науками, СМИ и библиотечным делом. Более 3,5 миллионов выпускников колледжей и училищ, наоборот, скорее всего, будет не хватать, утверждают в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Приемная кампания вузы стартовала на неделе по всей России, в том числе в нашем крае. В этом году учебные заведения ожидают, что поступающих будет больше, чем в прошлом. А значит, и отбор абитуриентов предстоит достаточно серьезным. Для них вузы увеличили число профессиональных направлений. О них, количестве бюджетных мест, а также о том, насколько выросла стоимость обучения в алтайских вузах, расскажет Данил Кузнецов. Приемная комиссия Алтайского государственного университета. Народу пока немного, но документы уже подают. Юлия Киркегард не абитуриентка, уже студентка. В этом году поступает в магистратуру. После юриспруденции решила получить диплом специалиста по международным отношениям. В связи с тем, что я очень часто бываю в Европе, и мне очень бы хотелось понять вообще природу политики, экономики и так далее. В прошлом году привели статистику, было 10 обучающихся, и 8 из них было бесплатно, и 2 платно. Получится ли у нее учиться в магистратуре за счет государства, пока неизвестно. Экзамены будут позже. Но точно можно сказать, что раньше ей, как и многим другим абитуриентам, поступление далось бы легче, поскольку бюджетных мест в магистратуру было больше. Сейчас же часть из них отдали на бакалавриат. Притом такая тенденция наблюдается отнюдь ни в одном вузе. Наши работодатели, они спокойно принимают на работу выпускников бакалавриата, потому что это уже сложившиеся обученные инженеры, которые могут спокойно работать на предприятии, магистратура с ее научной составляющей, может быть, не так интересно уже нашим работодателям. Зато бакалавриат и среднее профессиональное образование нужны как никогда. С ними связано и важное нововведение в системе госэкзаменов. Теперь один из предметов по ОГЭ или ЕГЭ можно пересдать, если не устраивает оценка. К 15-20 июля было абсолютно понятно, у кого какие ЕГЭ, у кого какие результаты. И вот к этому времени примерно уже было понятно, как сдают те, кто сдают внутренние испытания вуза. То есть сейчас просто эта точка отодвигается во времени. Что касается бюджетных мест, то здесь ситуация напоминает прошлый год. Их число осталось примерно на том же уровне. В ОГЭ более трех тысяч, в политехе примерно две. Педагогический готов обучить за счет государства свыше 1300 студентов. Зато для платников есть неприятные изменения. Конкретно цены. Они выросли. В классическом университете по большей части на уровень инфляции 4,5%. В политехе на 7-8%. Рекордсменом стал педагогический, который сравнял цену с остальными вузами. Стоимость обучения в этом году действительно увеличилась. Порядка 15-17%. Это связано с размерами нормативных затрат, утвержденных на 2024 год набора. Минимальная стоимость, если мы говорим про студентов первого курса бакалавриата, это 115 600 рублей. Это программа педагогического управления подготовки. Есть и вариант с целевым обучением. В этом году подать заявку на него легче. Поможет сайт «Работа России», который призван свести работодателей и абитуриентов со всей страны. На платформе будущий студент сможет сразу подать заявку на заключение договора после просмотра всех условий, которые выдвигает организация. Сам договор будет подписан уже после зачисления человека в учебное учреждение. Тотальный дефицит специалистов сегодня в определенной степени играет на руку абитуриентам. Рискуешь не пройти на бюджет, учишься по целевому направлению. Но в этом случае студент должен отработать у компании-спонсора от 3 до 5 лет. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Общественники считают, что закон Алтайского края, регулирующий потребление табака, нуждается в доработке. По словам экспертов, того требует время. Каждый год мы видим, что на прилавках появляются различные электронные сигареты, вейпы, жидкости для курения не только. Закон просто не успевает за этими новыми решениями. Так, например, в отличие от традиционной табачной продукции, сегмент электронных сигарет меньше регулируется законодательством. Подробнее расскажем в сюжете. Массово парят и взрослые, и самое опасное – дети. Курить, парить – итог один. Рак, импотенция и другие заболевания, которыми могут наградить табачные изделия. По словам экспертов, в Алтайском крае дети уже в 9-10 лет пробуют жидкости и вейпы. У нас есть на территории города Барнаула медико-реабилитационный центр «Родник», который нацелен на оказание помощи несовершеннолетним. И за 2023 год прошло лечение у нас порядка 180 человек. Из вот этих 180, порядка 100 человек, имеющие сочетанный диагноз, то есть употребление никотинсодержащих продукций параллельно с употреблением других психоактивных веществ. И эту цифру можно смело умножать на 20-30, добавляют в наркологическом диспансере. Назревшую проблему решили обсудить в общественной палате края. В частности, как выполняется закон региона, который регулирует продажу, потребление табака и не только. По мнению экспертов, сегодня назрела необходимость внести поправки в документ. Закон, который сегодня существует, он был принят у нас в 2017 году. Время идет, меняются условия, меняются подходы к реализации данной продукции. Но в законе есть, на мой взгляд, если говорить, определенные, не упущение, пробелы, которые нужно заполнить, исходя из времени, которое сегодня наступило. Например, повысить штрафные санкции за нарушения в продаже сигарет. Возможно, ограничить время работы вейкшопов и ужесточить требования к ним. Кстати, только в Барнауле насчитывается более 200 таких магазинов. Не так давно в одном из них были обнаружены нелегальные табачные изделия. И, конечно, предстоит ответить на вопрос, что все-таки содержится в жидкостях, вейпах. Ведь зачастую состав не отражает реальность. И в этом плане у экспертов особая тревожность за детей. У кого же из детей больше всего возникает желание курить и пробовать вейп? Это те, кому чего-то не хватает в реальной повседневной жизни. Внимание, заботы, любви. И ремня, добавляют спикеры. Так что любые ужесточения в законе идут бок о бок с родительским контролем. Ну а все инициативы, озвученные в общественной палате, возможно, будут услышаны в краевом законодательном собрании. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. В Калманском районном суде на этой неделе прошло два судебных заседания по делу предполагаемого политеховского маньяка Виталия Манейшина. Этот процесс проходит в закрытом режиме. Журналистов туда не пускают. Но моим коллегам удалось пообщаться с землячкой экс-чиновника районной администрации, обвиняемого в убийстве 11 девушек с 89 по 2000 годы. Женщина долгие годы работает журналистом в Калманской районной газете и неоднократно делала материалы про Виталия Манейшина, когда он еще был сотрудником администрации. Частный взгляд на личность предполагаемого серийного маньяка. В то время я, конечно, была на 100% уверена, что это не может быть он, потому что, скажем так, видела его всегда только в спокойном, со спокойной стороны, хотя говорят, что он там и сердился. Ну, это нормально для обычного человека, это никуда не может деться человек, он эмоционален, это однозначно. Поэтому и для меня и было это шоком, потому что я воспринимала его совершенно как обычного простого человека. И когда все это начало обрастать подробностями, когда мне начались кидывать там какие-то информацию, в том числе и видео, его задержание и так далее, все это я посмотрела, и ничего не изменилось в нем абсолютно. Такой же спокойный, такой же взгляд чуть-чуть из-под бровей. Не знаю, там нет ничего. Ни осознания, ни понимания, ни, не знаю, там нет ни злобы какой-то, и нет никакого, не знаю, сожаления что ли. Он, кстати, вот достаточно на работе, он достаточно активный был. То есть, если там задача была ему поставлена, он пусть там не с рвением, да, но он выполнит свою задачу. Он не будет прыгать выше головы, он не будет там какие-то, скажем так, инициативу максимально проявлять, но, скажем так, претензий больших, по крайней мере, по работе к нему не было руководства, насколько я знаю. Ну и, в принципе, даже когда разговаривала с ним, он достаточно, он грамотный человек, он правильно строит свои мысли, предложения. То есть, он там сделал детскую площадку, он там многим... Многим, я знаю, вот несколько человек мне говорили, что, допустим, он человек слова. Сказал – сделал. Сейчас появилось какое-то отвращение, что ли, к нему. Какое-то такое ощущение... То ли обиды, то ли грязи. Кажется, что когда он вот этот вот в юности вот это вот преступление совершил, на нем произошло что-то в нем... Какая-то червоточинка в нем появилась, которая со временем вот выросла вот в это, скажем так, с гнилой изнутри. Вот эта вот маленькая червоточинка, которая... Ну, потому что, ну, никогда я не поверю, что вот такое деяние, да, преступление, убийство никак не отразилось на психологии человека. Ну, не может быть. И в завершении выпуска свыше 200 спортсменов собрал Барнаульский грибной канал на первенстве Сибирского и Уральского федеральных округов по гребле на Байдарках и Каноа. Соревнования такого уровня проходят второй раз и предваряют международные состязания, которые пройдут на грибном уже через неделю. Сибирский федеральный округ против Уральского. Кто же лучше проплывает на Каноа и Байдарках дистанцию от 200 до 1000 метров? Рассудит Барнаульский грибной канал, на который приехало свыше 250 юных спортсменов из Челябинской, Свердловской, Омской областей и Алтайского края. Подобное первенство проводится уже второй год подряд. И вот с этого года призеры получают звание кандидата в мастера спорта России. То есть они этим тоже привлекательны в соревнованиях. И здесь сегодня присутствует Константин Мишняков, главный тренер молодежной сборной России. Он отсматривает. Конечно, победители в сборную России на этих соревнованиях так сразу не войдут. Однако не обратить внимание на них нельзя. Ведь сейчас география сильных грибцов все больше смещается из Европы в Сибирь. Спортсмены выходцев уже с Алтайского края в сборной команде, в юношеской, в молодежной все больше и больше. То есть в один год у нас даже спортсменов было в команде около семи, только с Алтайского края. А теперь еще и в молодежной команде представительства и в основной команде теперь уже. Большая заслуга в этом и самого канала. Многие Барнаул уже называют сибирской столицей гребли. Так что не исключено, что в ближайшие годы можно ожидать еще большего наплыва гостей. Мне думается, что выбор правильный, чисто географический и чисто именно инфраструктурный. Да, добираться не так-то просто, но здесь дети, юные душой всегда тренера. Желание реально познакомить наших воспитанников с новым регионом, с удивительным краем. А уже 29 и 30 июня с Грибным каналом познакомятся более 400 спортсменов из Юго-Восточной и Центральной Азии, Белоруссии и России. Грести они будут на лодках-драконах. И помимо самих соревнований будет богатая культурная программа. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. И на этом у меня все. Такой выдалась уходящая неделя глазами наших корреспондентов. Я желаю всем отличного летнего настроения. И напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok